В прошлый раз, когда мы рассуждали о возможности искусственного интеллекта, вскрылась одна проблема, ну как бы она не вскрылась, она ясна и так, что мы вообще не можем сформулировать до сих пор, что такое интеллект, и в основном-то трактуется обобщенно вот нечто похожее на человека, нечто человеческое, и если мы повторим вот это нечто человеческое, то мы, значит, получим тот искомый искусственный интеллект. Давным-давно на эту тему я много думал, занимался и написал статью «Восхождение к интеллекту», который попытался как-то формализировать наше представление о устройстве и его взаимодействии со средой в самом-самом общем смысле, то есть когда мы берем некий черный ящик, на него что-то воздействует снаружи, этот ящик как-то реагирует, и мы должны как-то определить, вот как вот этот ящик назвать, как этот ящик назвать, как этот. При написании статьи у меня даже была такая мысль, что вообще не называть никак ящики эти устройства. Причем я не говорю об организме, здесь по сути идет речь о биологических организмах и о человеке, поскольку абстрагируемся от очень многих вещей, очень многих вещей, берем очень такой абстрактный срез, поэтому я говорю устройство. И была идея просто назвать устройство номер один, устройство номер два, устройство номер три, чтобы не возникало никаких терминологических вопросов. А почему именно это названо разумным, а это интеллектуальным, это сознательным, это адаптирующиеся устройства. Поэтому обращаю всех внимание, что не обращайте внимания, не фиксируйте свое внимание на самом названии устройства, а на их отличиях, на самой иерархии. И рассматриваем, апеллируем к этому устройству только с одной стороны, наличие устройств, некого алгоритма реакции на внешние воздействия. А под алгоритмом как раз понимаем некую схему вот этой реакции, воспроизводимую, однозначно воспроизводимую данным типом устройств. Так, и начинаем с элементарного устройства. Элементарное устройство – это устройство, которое невариативно реагирует на среду. Нажали на ручку унитаза, пошла вода. Бак заполнится, вода течет, прекратится. Функционально у нас, конечно? Нет. Не рассматриваем никаких функций. В данном случае она для нас важна. Есть некий алгоритм реакции, есть возбуждение, ответный, однозначный ответ. То есть элементарное устройство. Эти элементарные устройства, если рассматривать их с точки зрения живых, все-таки адаптируются. Но адаптация происходит не во время жизни одного устройства. Алгоритм во время жизни одного устройства не меняется. Наблюдается некий изменение алгоритма действия этого устройства при размножении и путем отсева готовых устройств. У нас огромное количество вариативно настроенных с маленькими вариациями алгоритмов устройств выпало в среду и смерть отсеяло неприспособленных тех, кто остались. Ну вот обычная ситуация, скажем, с одноклеточными. Элементарное устройство. Адаптация идет только через смену поколений. Внутри жизни одного устройства алгоритм не меняется. Так, но здесь следует отметить, что элементарные устройства через много-много-много поколений, они свои старые алгоритмы не уничтожают. То есть происходит... Да, еще хочу сказать, здесь много будет гипотетических таких вещей, которые не стоит интерпретировать в виде механизма. А как это реально в биологических организмах реализуется? Нет, мы просто предполагаем, что вот в результате многих-многих поколений смены алгоритмов, часть алгоритмов у тех устройств, которые сохранились, сохраняются. Происходит накопление алгоритмов. Вот сейчас работает этот алгоритм, но есть еще какой-то спектр алгоритмов, которые просто болтаются. Уже они нужны, они не используются. И возникает некая модификация элементарных устройств, у которых возможно случайное переключение алгоритмов. Это действительно мы наблюдаем, скажем, изучение действий ручейника. То так, что алгоритмы меняют, какой из алгоритмов случайно попадет лучше, то, значит, вот и применяется. Он не сохраняется никак. В следующий раз опять будут переборы алгоритмов. То есть наблюдается накопление алгоритмов и случайный перебор этих алгоритмов. И когда у нас в устройстве накапливается избыточное число некоторых алгоритмов, и появляется уже реакция, то есть, скажем, есть возможность выбора из этих алгоритмов и закрепления какого-то из них. И вот устройство, которое из избыточного числа алгоритмов может выбирать и запоминать одно из них во время реакции воздействия на среду, это называется адаптирующее устройство. Следующее устройство. Первое было элементарное. Оно никак не адаптируется, адаптируется через поколение. Адаптирующееся устройство, оно реализует выбор внутри себя из множества накопившихся алгоритмов. Выбор осуществляется за счет вполне тривиального алгоритма, нового алгоритма, который появляется. Наиболее близко назвать это алгоритм эмоций, эмоциональный алгоритм. То есть идет оценка реакции на среду и оценка, положительная и отрицательная оценка на выполнение этого действия. Если по множеству случаев была положительная оценка, то этот алгоритм закрепляется. Это называется адаптирующееся устройство. И адаптация в адаптирующее устройство происходит в течение самой жизни. Хотя тот же самый метод и проб и ошибок, который был у элементарных устройств, но он уже реализуется не за счет уничтожения целикого устройства, а за счет перебора внутри данного устройства, некого избыточного набора алгоритмов. Извините, Саша, закрепляется понятно. А как он появляется, алгоритм? Я сказал, что изначально алгоритмы новые появляются за счет модификации старых вариаций и отбираются по функциональному жизнедеятельности. То есть выжил, остался, выжил, остался. И через много-много поколений, то есть если алгоритм какой-то уже сфункционировал, но он не работает, он остается в элементарном устройстве. То есть элементарное устройство накапливает много алгоритмов, которые используются только вот с комнатой. В данный конкретный момент оно использует. Но там есть избыточный набор. И переход от элементарного устройства с избыточным набором к адаптирующимся идет за счет того, что появляется алгоритм, который позволяет выбирать из этого набора. А элементарное для того, чтобы взялся алгоритм? Ну, допустим, случайно взялся. То есть я не обсуждаю через механизм. То есть это было о том, как он взялся. И сколько необходимо изначально алгоритм? То есть непонятно, о чем речь идет? Речь идет о чисто формальной классификации устройств. По их отношению к внешнему воздействию. Мне нужно заниматься эволюционным механизмом. Я бы сказал, вот будем рассматривать. Да, да. Здесь я чуть-чуть добавляю, что здесь не эволюционный механизм, а логический. То есть почему появилась возможность адаптационного устройства? Потому что в нем накопился избыточный набор алгоритмов. То есть нет набора алгоритмов. Не может адаптация быть. Адаптация возможна при избыточном наборе. То есть это можно, конечно, пропустить. Просто сказать, что адаптационное устройство то, которое имеет алгоритм выбора из присутствующих алгоритмов. Нет, ну допустим, один алгоритм мог случайно возникнуть. Просто как-то избыточный набор-то взялся. Влад, еще раз повторяю. Никто не хочет соглашаться, потому что на самом деле тут можно погрязнуть в нюансах. И нужно все очень строго доказывать, о чем идет речь. Поэтому я бы просто вот как-то вот или сосредоточился на обсуждении, откуда появились первые алгоритмы, как они адаптируются. Или это обсуждаем? Нет, это не обсуждаем абсолютно, не обсуждаем. Тогда это отрезаем. Мы рассматриваем, в данном случае, вот я говорю, нужно было чертить пункт А. 1, 2, 3, 4, вот. И мы не рассматриваем ни происхождение, ни методику переходов, а просто иерархию вот этих устройств. По их взаимодействию со средой. То есть, почему вот механизм этот, ну это что-то погрязнет. Дело в том, что мы в рамках вот этого обсуждения, это вообще невозможно обсуждать. Это за пределами. Это не надо тогда. Так я и не обсуждаю. Я просто говорю, то есть, ну, здесь есть действительно какой-то намек, почему вдруг возникло. Но в данном случае, все-таки, эта иерархия преемственная. Она преемственная. Есть некая логика. Логика. То есть, если есть алгоритмы, если алгоритмы модифицируются, значит, сохраняются модифицированные алгоритмы, то на следующем этапе, на следующем устройстве, среди этих алгоритмов избыточных, можно осуществить уже выбор. Выбор идет за счет алгоритма эмоционального. И по реакции устройства на среду выбирается один из алгоритмов, из множества которых считается адаптивным. И выбор этого алгоритма может сохраняться на все время функционирования данного устройства. Вот на всю жизнь, если это мы говорим. То есть, эмоциональный, это же нужно методом ТЭКа, то есть? Ну, методом ТЭКа, да. Мы как раз прервались на том месте, что я говорил, что здесь все равно идет случайный выбор. То есть, если элементарное устройство, случайный выбор идет при переходе одного устройства к другому, модификация, то здесь случайный выбор и существующего набора алгоритмов, и закрепление одного по реакции на внешнюю среду. Следующий устройство. Очень много вопросов. Конечно. Очень много вопросов. Поэтому лучше их сейчас приберечь, потому что они отпадут сами собой, потому что они несущественные. Я не об этих вопросах говорю. Я говорю просто о чисто формальном устройстве. То есть, скажем так, возвращаясь к самому началу о искусственном интеллекте. Вот мы хотим создать что-либо устройство элементарное? Да нет. Мы его имеем в виде бачка, в виде любого автомата, да? То есть, который ты ткнул, он тебе ответил. То есть, бросил 3 копейки, получил стакан с газировкой. Бросил с одной копейкой, получил стакан с сиропом без сиропа. То есть, это элементарное устройство. Адаптивное устройство. Мы хотим получить адаптивное устройство. Если мы хотим получить адаптивное устройство, значит, мы будем робот, который будет уже на изменение среды реагировать, и он не жестко запрограммирован. Следующий этап. Мы хотим получить сознательное устройство. Это вот следующий этап. Сейчас я буду рассказывать о сознательном устройстве. Здесь по поводу сознательного устройства хочется сделать уточнение по терминологии. Сейчас бы я, может быть, не стал называть его сознательным. Слово сознательное, то есть если кто помнит, как я использую слово сознание, то это не то. Я здесь использую слово сознательное, как, ну, таком традиционном более, как самосознательное. Я, может, хотел назвать это рефлексивное устройство или, ну, самосознающее устройство. Не, но есть устройство с обратной связью. Нет, 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 с обратной связью бачок. Значит, когда у нас появилось множество алгоритмов, и среди них начинаются выбираться некоторые адаптивные, то появляется возможность выбора среди этих уже адаптивных. Ну, ладно, я просто тогда формально скажу, чем отличается сознательное устройство от адаптивного? То, что перебор алгоритмов происходит внутри устройства по согласно некому алгоритму сознания, которое присутствует в данном устройстве. То есть если адаптирующееся устройство, оно делает шаг, делает ответ на какое-то воздействие и оценивает. То здесь на какое-то воздействие внешнее идет перебор возможных ответов внутри устройства. То есть компьютер это сознательное устройство? Перебирает внутри себя возможности. Это играющий компьютер, играющий шаг. Да, вполне да. Это сознательное устройство. Значит, для того, чтобы понять, что такое сознание, здесь, наверное, нужно ввести такое понятие, как модель. Модель, модель среды, то есть вот, скажем, модель среды туалетного бачка, панитазного бачка, она соответствует всем его возможным реакциям на эту среду. То есть вообще любое устройство, элементарное устройство, адаптирующее устройство, среда, модель среды, тоже действует на набор алгоритмов. То есть вот какие есть алгоритмы, на что я могу среагировать, то и есть среда. И вот если вот этот набор алгоритмов внутренний взять как самостоятельный, не как относительно реакции внешней среды, то это вот есть сознание. То есть целиковый набор реакций, которые я могу осознать. Вот я есть, я осознаю уже сам себя, как набор этих реакций. То есть адаптирующее устройство не осознает себя в среде. Нет такого устройства в среде, нет такого объекта в среде, как адаптирующее устройство. Но он видит только воздействие. Сознательное устройство имеет в своей модели еще себя как набор всех этих алгоритмов. То есть себя как тело. То есть оно позиционирует себя в среде. И поэтому, имея образ себя в среде, оно может анализировать реакцию на воздействие, не выходя за свои пределы. Ну вот код, допустим, он какой? К сознательному устройству. То есть он может внутри себя проанализировать, перебрать алгоритмы и выдать наиболее адаптивный, не пробуя методом тыка. То есть адаптивное устройство на каждую реакцию случайно отвечает, на другую реакцию случайно отвечает и выбирает одно из лучших и запоминает. Сознательное устройство на реакцию делает перебор внутри себя, сознательно делает перебор и выдает наиболее подходящее по мнению сознание. Оно может не соответствовать, тогда появляются некие изменения. Но чаще, чаще всего, если модель среды и модель алгоритма сознания совпадают, то достаточно точно, сознательное устройство достаточно точно функционирует в изменяющейся среде. Просто то, что вы говорите, на самом деле есть мышление. Нет, нет, это мышление, где-то не мышление. Просто объясняю почему. Была, была, давайте, мы не рассматриваем мышление, давайте выслушаем до конца. Это перебор вариантов, и никак не может быть сознание. Сознание не кипит. Была, мы начали спорить о терминах. Потому что я тогда не понимаю, что у человека отличается... Была, была, сейчас, сейчас, сейчас мы до этого дойдем. Мы же понимаем, что мы останавливаемся вот здесь, а еще есть два устройства впереди. Они чем-то отличаются. Я просто хочу сказать, что в этом устройстве уже должна быть стратагена некая. Или составление о благе. Это было на предыдущем уже. Была уже эмоциональная. Но ничего не было сказано. Это, в моем случае, не важно. Да, должно быть, должно быть. Мы сейчас... Опять же, Булат, я напоминаю, что я мог бы, мог бы говорить устройство номер один, устройство номер два, устройство номер три. И сейчас я говорю, для устройства номер три имеется алгоритм, который... Я его назвал сознательно, потому что мне так вот... Ну, догнаю, сам сознательно. Принято. Принято. Поэтому спор там по поводу мышления и мышления, это без разницы. Нет, ну мы философией занимаемся, а не... Ну, философией это философия. Ну, скажем, термин имеет свое значение. Но нельзя же так просто брать, какой термин. Можно, можно, можно. Если я предупреждаю, если я предупреждаю, что не обращайте внимания, я рассказываю логику. Потом, после того, то есть здесь технология такая, после того, как я расскажу эту логику, можем сесть и сказать, давайте подумаем, как лучше подобрать терминологию. Хорошо. И мы не согласимся, конечно, потому что мы будем спорить. Слушаю. Идем дальше. Значит, тут у нас есть сознательное устройство, которое имеет в себе модель себя. И благодаря этой модели может осуществлять перебор и выбор одного из лучших, согласно этой модели, варианта поведения, варианта алгоритма, не до того, как совершит это действие. В отличие от адаптивного устройства, которое в любом случае сначала реагирует, а потом оценивает. Вот. И дальше мы переходим. Да, еще у нас в связи с этим, возможно, сознательное устройство в какой-то степени может генерировать новые алгоритмы, как перебор существующих в себе. То есть как некий перебор, оно может объединять их и функционировать. То есть если происходит рассогласование со средой, то возможно не просто этот же пул использовать, а некие вариации, сознательное устройство делать некоторые вариации существующих алгоритмов. И при, опять же, та же история, что с элементарным устройством накапливается избыточное количество алгоритмов, которые образуются за счет перебора существующих комбинаций их. И получается ситуация, когда сохранение алгоритмов, с одной стороны, уже не обеспечивается старыми способами, которые были возможны в предыдущих устройствах. А если убрать кавычки устройства и понять, что это у нас были генетически обусловленные животные, которые любой алгоритм запоминается и передается генетически, то избыточное количество алгоритмов сознательного устройства не может уже закрепиться генетически. И, с другой стороны, эти алгоритмы, да, там я попустил один момент, что в сознательном устройстве помимо образа среды еще появляется образ себя, и значит отличение себя от себе подобных у сознательных устройств получается. И передача алгоритмов происходит уже через подражение и обучение частично в стае, если возвращаться к животным. Но компьютеры тоже должны. И поэтому наступает некий предел, когда алгоритма становится слишком много, и передача, фиксация через запоминающие устройства, передача по наследству уже не справляется. И появляется у нас новый тип алгоритмов, новый тип устройств, которые я назвал разумными устройствами. В чем принципиальное отличие разумных устройств от сознательных устройств? Это прежде всего, что набор алгоритмов разумных устройств не фиксируется при их создании. То есть все алгоритмы, практически все алгоритмы, за исключением мизерных вариаций, которые существуют в сознательных устройств, и фиксируясь в геноме, передаются им при рождении, то набор алгоритмов разумного устройства не фиксируется при рождении. То есть получив устройство и не загрузив в него алгоритмы, мы не получим разумные устройства. Но вообще-то как бы мы не знаем, если для разума можно подознательных устройств. Ну ладно, ну при этом, значит, устройство номер 3 отличается от устройства номер 2 тем, что оно становится устройством номер 3 только тогда, когда... Отличается от устройства номер 2. Только тогда, когда алгоритмы не заданы при создании этого устройства, а загружаются в него, загружаются в мере функционирования. Вот, это отличие. Потом, во время функционирования устройство номер 3 может пополнять новые алгоритмы, в отличие от устройства номер 3, а это номер 4, да. Там было элементарное, адаптивное, сознательное номер 4. Да, либо номер 4 может пополнять и сохранять в ней себя. То есть, если устройство номер 3 пользовался всеми алгоритмами внутри себя и получал их полный набор, то устройство номер 4 их загружает, выгружает и пополняет. И устройство, поэтому устройство номер 4 может функционировать только в среде, наполненной алгоритмами, которую можно назвать культурой. И поэтому устройство номер 4, напомню в кавычках, возьму, разумное устройство, да, разумное устройство, это принципиально социальное коллективное устройство, в отличие от адаптивного, сознательного. Разумность – это сугубо социальное, системное понятие. – Это не какая-то разумность, это условная, а та самая разумность, которая… – Нет, 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 условная. – Ну как, ты только что культура назвали, социальность назвали. – А как называется? – Разумное устройство. – Нет, разумное, а за разумным. – Дальше лизиктальное будет. – То есть, сознательное и разумное? – Сейчас разумное. – Разумное устройство. В связи с тем, что чисто функционально, структурно разумное устройство все-таки не отличается от сознательного, в него нельзя загрузить бесконечное число алгоритмов из внешней среды. И поэтому разумные устройства отличаются еще от сознательных устройств, номер 4, от номер 3, и тем, что они склонны к специализации. Разумные устройства специализируются, отличаются друг от друга по объему загруженных алгоритмов. А сознательные не специализируются? Булат, давайте забудем про компьютер. Это ваша фантазия. Вы сказали, что он не сознательный. Булат, ну я грякну, я пошутила. Давайте вернемся к нашей договоренности. Мы пытаемся... Вы берете человека, а потом... Вы даже думаете, что не берете. Булат, это вы думаете. Я же предупредил. Я беру абстрактные устройства. Так они на слов социальность говорят. Нету никакой социальности. Нет, есть. С культурой нет. Нет, нет, Булат. С культурой нет. Я объясняю. Культура есть у людей. Социальность есть только у людей. Булат, Булат, я объясняю. Во-первых, давайте так. Вернемся к нашему договоренности. Мы сейчас... Это нечто новое для вас. Когда мы обсуждаем Декарта, Гегеля, мы все-таки будем спорить и выгрызать другую глотку, как мы правильно понимаем. Вот сейчас давайте попробуем понять, что я хочу сказать. Давайте. Вот. А то, что я бы к себе придрался, тут столько раз и столько бы заткнул себя за поездом в угол и обрезал лучше и все прочее, но в данном случае важно изложить. А про социальность я отвечу. То есть если устройство номер три, сознательное, остается таковым автономно, автономно, оно не теряет свои свойства быть устройством номер три. То есть оно полно алгоритмы, перебирает алгоритмы внутри себя и реагирует на внешнюю среду. То принципиальное отличие устройства номер четыре, что оно принципиально не может быть одно, автономно. Поскольку весь набор алгоритмов, оно отличается именно тем, что набор алгоритмов внешен весь, происходит обмен, загружается только часть. И новые алгоритмы выгружаются в среду. Поэтому вот этот принцип, он не может быть. То есть, а если опять забыть, что я уже сказал и перетянув человека, маугли в лесу не становится разумным устройством. Любое животное в лесу одинокое остается сознательным устройством. Теперь опять забыли наши примеры и переходим на номер три, номер четыре. Здесь нам, а мы на специализации остановились, еще существенно то, что устройство номер четыре специализируется. Устройство номер три не специализируется. Они вот как были изготовлены устройствами номер три с полным набором сознательным, так они проживают и совершенно идентичны другим устройствам, которые были сделаны им. И не меняются в течение функционирования. Там муравьи, там и пчелы. Это такое устройство? Это вот довольно странно, что на четвертой стадии происходит специализация, потому что ведь важная характеристика этой стадии то, что алгоритмы могут помещаться и выгружаться в некоторую форму. Это означает, что как раз это устройство, оно, ну как бы сказать, оно меняет свою специализацию. Да, нет, 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 да, вот, 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 нет, здесь имеется в виду, да, что, здесь почему специализация? Потому что само устройство этого устройства не позволяет загрузить весь набор. Оно и возникло, поскольку весь набор превысил. И поэтому, да, превысил. И поэтому оно, и поэтому оно, то есть скажем, у нас есть 100 алгоритмов, да, которые загружалось в устройство номер 3. И все устройства номер 3 содержали все 100 алгоритмов. И субтитры, вот где дальше я сделаю. Когда у нас 1000 алгоритмов, я могу загрузить тоже только 100, но если я загрузил 100, я уже специализировал остальных, относительно других, которые загрузили другие 100. То есть относительно друг друга мы уже не тождественные устройства, они специализируются. Но плюс специализация может меняться. То есть устройство номер 4, по сравнению с устройством номер 3, может менять специализацию. Муравейник это разумно просто или что? Влад, давайте не будем. На дискуссии. Нет, конечно. Почему? Там есть специализация по вашему. Но она не меняется. Да нет. Вот, устройство номер 4 может меняться и со временем, и даже перманентно я могу загрузить программу. Вот, программа, это следующий пункт. Значит, теперь мы говорим только об алгоритмах. Алгоритм это воздействие, ответ конкретный. Когда мы загружаем наборы алгоритмов в специализированные устройства, это уже называется программа. Это целиковый комплекс. И устройство номер 4 может загрузить либо полностью одну программу, да, либо менять эти программы, лишь по несколько программ. То есть развитое устройство номер 4, они могут менять по ситуации утром, он работает по одной программе, вечером по другой, днем по третьей программе. Это специфическая особенность устройства номер 4. А прерывать программу он может, по желанию? Ну, конечно. Ну, конечно, да. Это еще вот устройство номер 3. Устройство номер 3. А мне кажется тогда, что программы нет никакой, если ее можно прерывать любым образом? Почему? Нет, программа это не то, что мне предписано делать. Программа это тем, я пользуюсь, когда это алгоритм. Ну, если ее можно прерывать в любой момент? Ну, как и любую, когда можно прерывать в любой момент. Нет, ну, вот есть алгоритм, допустим, как кота, как он закапывает в свою туалет, да, это у него нельзя ему как бы там ничего сделать и прерывать. Он может остановиться. А есть как бы, а человек может, в любой момент остановиться, так вот, ладно, программа, в смысле алгоритм кота, вот на этом уровне, это алгоритм устройства номер 2 адаптивного. Это устройство, то есть оно передалось по наследству, естественно, не может. То есть это чем они отличаются? Что он не может ни перезагрузить программу, ни выбрать программу. Она вот что дана ему от рождения, то и пользуется. В отличие от этого устройства номер 3, нет, 3 сначала, сознательно, уже может, уже может зависимости внутри проигрывать алгоритмы, выбирать, а устройство 4 может уже сознательно выбирать целую программу. Я понимаю, но у кота ведь есть и программа. Есть, есть, Булат, мы хотим кота обсуждать. Но он не является устройством. Булат, я повторю свою фразу изначально. А можно я расчитываю? Булат, я повторю. Рассматривается очень примитивизированная ситуация только относительно алгоритма и внешних воздействий. То, что в конце статьи у меня написано, что, конечно, переходы между ними смазанные. Не переходы, а переходы между ними смазанные. Ну, то есть, каждое реальное устройство можно рассматривать и как такое, и как такое, и как такое в разных ситуациях. Я говорю о формальных. То есть, мы дойдем еще до этого момента. Так, значит, я остановился на программах. Так, да, и программы, программы, в отличие от алгоритмов, носят действительно сугубо тоже социальный характер. То есть, они не производятся индивидуально, да, и черпаются из внешней среды программной. Ну, социума или культуры, Булат, против. И для того, чтобы реализовалось устройство номер 4 и ее работа устройства номер 4 по описанному алгоритму, должна существовать еще некая программа, надпрограмма, которая позволяет выгружать алгоритмы в каком-то виде и загружать алгоритмы в каком-то виде. И эта надпрограмма называется язык. То есть, это некая надиндивидуальная программа, которая обеспечивает обмен вот всеми программами, сохранение их, выгрузку и загрузку. То есть, язык это необходимый элемент... Просто матрица какая-то. Трудно согласиться, что это язык, потому что должна быть какая-то программа интериализации, да, как говорят, и социальности. В данном случае это программа не внутреннее человека, то есть не устройство. Это программа, это уже как уделено. Это интериализация, да, происходит. Ну, вот есть такой термин социальности. А мастер ключей должен быть? Мастер ключей. Ну, да. Распространенный термин. Из внешней социальной среды происходит каким-то образом загрузка паттернов, в том числе поведенческих, культурных и прочих. Да? Так это должна быть, естественно, специальная программа. Да, 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 да. Хорошо, проехать имеет отношение достаточно последовало. Я говорю, что я хочу остановиться только на тех терминах, которые... И не вдаваться. Поедем в следующее устройство. Значит, устройство номер пять. Значит, что мы наблюдаем на этапе номер четыре? У нас есть некая дифференцированная среда, программа, уже отличная, отличная от среды устройств 1, 2, 3, в которой они существовали. И это новая среда, ими же инициированная. То есть, среда устройств номер четыре, социумолекультура, это нечто новое, другое, отличное от среды устройств 1, 2, 3. То есть, от природы, да. И эта среда тоже дифференцирована. И поэтому становится новая задача оперирования и адаптации уже к этой среде. И устройство номер четыре, устройство номер четыре, это как раз устройство, на вход которого подаются уже не воздействие среды от начальных устройств, а среды программной, от культуры. То есть основная задача устройства номер четыре – восприятие социальных программ и генерация социальных программ. То есть это интеллектуальное устройство. Так, вроде, четвертое было у нас разумно. Вот. Это и есть разумно? Здесь нет. Это четвертый уровень? Нет, это пятый уровень. А какой? Пятый уровень – это интеллектуальное. Здесь граница устройства номер четыре. Оно загружает в себя алгоритмы и реагирует на среду согласно этим алгоритмам. Специализировано. Но оно не отличается, по сути, от созначенного устройства ничем, кроме происхождения алгоритмов. То есть вот у сознательного устройства набор фиксирован, а у разумного устройства он может менять эти и получать. Следующее устройство, оно уже вообще не нацелено на использование этих алгоритмов. В доход ей подаются эти программы, и она генерирует программу. То есть она вообще живет в среде программ. А чем программа отличается от алгоритмов? Программа – набор фиксированных алгоритмов. То есть вы знаете, на что похоже? Как у матрицы была матрица, а был ее создатель. Потому что сейчас интеллект – это создатель матрицы. Понимаете же, что не отличается, чем программа от алгоритмов? Ну, давайте. Это без разницы. Действительно. В данном случае, когда я ввел слово программы, как комплексная загрузка алгоритмов. То есть, скажем, есть у нас алгоритм профессиональный, вот есть алгоритм профессиональный, крутить гайку, да, а потом настроить станок и все. То есть это алгоритмы. А программа – это вот целиковый комплекс, который загружается при обучении. То есть нельзя назвать алгоритмом. То есть поэтому и сознать, то есть интеллектуальное устройство, устройство номер пять – это устройство, которое принципиально занимается тем, что генерирует новые программы. Здесь еще следует отметить то, что программы, которыми занимается устройство номер пять, оно не подгружено полностью в само устройство. Устройство номер пять может лишь частично отыгрывать эту программу. Скажем, эта программа – некая наука, религиозное учение, культурное течение. То есть оно отыгрывает фрагмент этой программы, отыгрывает фрагмент и достраивает. То есть если разумное устройство, устройство номер четыре полностью загружало в себя программу, научился на слесаря, я работаю слесарем. То устройство, и отличалось от номер три, только тем, что оно могло менять. Устройство номер пять работает с большими фрагментами культуры, с некими программами, которые в принципе невозможно загрузить. И только их достраивает, выстраивает, то есть работает с ними. При этом стоит отметить, что действительно устройство номер пять ничем не включает устройство номер четыре. Он ушел от регистрационного труда, он стал совершенно нормальным устройством номер четыре. И даже может быть устройство номер три, как рассеянный профессор, может быть плохо даже адаптированным. То есть сама способность оперировать программами, это некая определенная способность, которая выделяет некоторые устройства в новых классах. Но по сути оно не является этим. Оно только является номинально, функционально. Когда я выполняю эту функцию, тогда я инсультальное устройство. Потом я перехожу на кухню, я могу даже адаптивным устройством быть нормальным. Такое яичницу не могу себе пожарить. Но в принципе не каждое устройство четыре может быть устройством пять. Не каждое разумное. По поводу разумного и интеллектуального у меня были действительности. Можно было назвать рассудочное и интеллектуальное. Ну понятно. Рассудок разума. Рассудок разума, да. Да, вот здесь скорее всего было так было, чтобы было, но, ну да, тогда устройство номер один, значит, устройство номер один действует согласно заложенному в момент создания, рождения алгоритму, набору алгоритмов. Это элементарное устройство. Устройство номер два, адаптирующее устройство, способное производить отбор наиболее эффективных алгоритмов из избыточного предзаданного набора методом статистической оценки результатов их реального действия. Устройство номер три, сознательное устройство, выполняет априорную, априорную, без реального применения оценку успешности применения имеющихся алгоритмов. Разумное устройство, функционирует согласно внешним, загруженным в процессе обучения, ну или рассудочно, давайте, чтобы строить программам, комплексам алгоритмов, способно фиксировать новые алгоритмы вне себя в виде элементов культуры, производит выбор и смену различных программ. Инструктуальное устройство генерирует новые программы. Может быть разница между четвертым и пятым как раз в том, что четвертый уровень может менять свои алгоритмы и даже программы, может производить выгрузку-загрузку. Но он сам их не производит. Но он не производит новые. Да, он не производит новые. Вот в этом разница. Да, 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 в этом разница. Мне на самом деле любопытно, это же формальная классификация, буквально, которая вообще никакого отношения ни к жизни не имеет, ни к чему. А теперь я объясняю, ради чего. То есть, имея вот эту данную классификацию, когда ко мне приходит человек и говорит, я хочу сделать искусственный интеллект, я хочу сделать устройство такое-такое-то. И я вас спрашиваю, а вот как вы определите, какое это устройство? То есть, это устройство будет элементарное, да, это бочок будет, это устройство номер 2 будет, которое будет адаптироваться при изменяющихся. Это устройство номер 3 будет, которое будет реагировать на внешние воздействия не методом тыка, как устройство номер 3, а делая какие-то просчеты. Это устройство номер 4, которое может загружать новые алгоритмы, специализироваться, или это устройство номер 5, которое само будет генерить программу. А где факт, что это полная классификация? Нет, никакого факта. Правильно, это так, как у вас китайская классификация, где собаки, птицы... Никакая классификация не полная. Да дело не в этом, у вас она китайская, где в одну классификацию попадают собаки, птицы и птицы. Нет, она вполне была, я не соглашусь с вами, это вполне завершенная. Потому что любая неполная классификация является такой классификацией? Нет, в данном случае классификация полная. Нет. Полная, полная. Полная, полная. Она может быть другая. То есть была, вот когда есть спектр некий, его можно на 3 классифицировать, на 5, на 10. Но в данном случае переходы на все эти 5 устройств, то есть устройства выше 5 уровня у нас нет. Человек, какой классификации? Да, я считаю, что вот это... Человек принадлежит какой группы? Человек... Можно я отвечу? Значит, вы здесь меняете, да? Человек, значит, в общем случае это устройство 4 уровня. Если он не... Маугли попал в лес, это устройство 3 уровня. А в некоторых случаях институтального труда и институтальной деятельности это устройство 5 уровня. При этом устройство 5 уровня, оно чисто функционально, оно вне выполнения функции 5 уровня является устройством 4 уровня. А знаете, более точное определение человека, это не то устройство, которое программу выполняет, а которое наоборот разваливает программу и их ломает. Вам не кажется, что обратное определение... Хотя это была, это вопрос совершенно другая тема. Это совершенно другая тема. Это просто вы говорите, что человек либо то, либо то, либо то, либо то, а я утверждаю, что человек это тот, который как раз не подчиняется никаким программам и их ломает. Наоборот. Что как раз правильно бачок, он работает, хотя ломается, кот как бы работает, хотя тоже бывает с ума сходит, но тем не менее, они как бы можно еще отнести к устройству, а человек это то самое устройство, которое не хочет работать. Я отвечу так, что подходить можно с разных сторон для определения. То есть, допустим, к вам пришли специалисты по искусственному интеллекту, как философу, и задали вот вопрос. Вы нам расскажите, что вы как философы ожидаете от нас в итоге. Он говорит, мы ожидаем того, что ломает программу. Нет, нет, мы ожидаем. Я не говорю про человека. Когда вы говорите про искусственный интеллект, я речь не идет о человеке. Нет, как же. Ну как вы. Нет, так вот я говорю, у каждой классификации есть своя цель. Ваше очень правильное определение. Очень правильное. Но оно с другого боку, оно другой цели служит. Другой цели. Извините, вот мы с Сашей перебрали. Ну, мне кажется, что вот я не вижу, куда это возможно применить. Реально. Даже если эта классификация будет там отрисована во всех ее нюансах. Потому с точки зрения воссоздателя искусственного интеллекта, куда более наглядным будет просто вот эта же самая допустимая иерархия, но которую можно демонстрировать наглядными примерами. Там амеба, червяк, птичка, кошечка. Но их же формально, их нужно формально как-то зафиксировать. Зачем? Вот есть как конкретные. Если будет как конкретные, значит есть. В том пределы, что любая в данном случае фиксация, она будет упрощаться. Конечно, конечно будет упрощаться. Так это и не нужно, понимаешь? Это нужно. Любая формализация необходима просто для разговора. Я очень много сталкивался со специалистами по искусственному интеллекту, и они говорят, что у них присказка, просто интеллект это способность к адаптации. А я говорю, что это нет. Формализация, формализация получается. Зачем формализация? Для формальной работы. Наоборот, должно быть нечто конкретное, которое дает в себе нюансы. Понимаешь, да? Нюансы... По мере моделирования вот этого конкретного. Вот попробуй с моделированием амебу. Вот мы будем моделировать амебу, да, и вдруг выясним, что там очень много хитрого на самом деле. И амебу вполне можно сказать там... Мы не приступим к моделированию, пока мы не сформулировали каких-то элементарных вещей. Так вот, амеба весьма достаточно исследованный тискотергонизм, да. И вот мы будем ее моделировать, вдруг мы выясним, что это можно уже назвать неким протосознанием, да. А может быть и сознанием. Александр, хорошо, я отвечу. Чарьяк-то точно сознательное существует, да? Я отвечу, значит, есть... Я уже говорил, несколько принципов подхода к искусственному интеллекту. Один. Это моделирование. Это один способ. Действительно, нужно взять и моделировать. И моделировать. А какой еще можно взять? Куча других. Какой? Куча других. То есть есть... Нет, но если мы хотим моделировать... Есть моделирование, а есть функциональный подход. Функциональный подход. То есть мы формулируем какую-то функцию. Вот скажем, у нас устройство должно считать синусы, косинусы и все. Нет, ну естественно. И мы делаем калькулятор. Амебу сначала изучаем и выясняем функции. Да нет, это друг, это... Да все правильно. В среде естественного. Мы в любом случае... Мы формализуем именно амебу, а не то, чтобы... Есть функциональный, имитационный... Нету искусственную схему. Мы сначала составляем схему, но схему именно амебы, а не чего-то иного. Вот мы составляем схему, исходя из того, что мы о ней знаем, и пытаемся... Только я в любом случае не про это. Строить живую модель. То есть я не про это говорил. То есть это определенный... То есть это целое направление исследования. Вы-то что хотим сказать с Александром Пронсовичем, что на самом деле невозможно формализация в этом области? Вы тут формализуете, а мы говорим, заранее она обречена, она невозможна. Ну, вот она, возможно. Понимаешь? Да где же она возможна? Я же говорю, что это китайская... Потому что вот я слушал массу претензий на каждом шаге. На каждом шаге я уже... Есть, есть. Увидел массу претензий к англополизации. Поэтому, чтобы эту схему... У меня знаете, как классификация? 1, 2, 3, 4, 5. И все. Какому интеллекта классификации? В каком-то, да. В каком-то классификации. Ну, вы увидите классификацию. Сделайте. Ну, вот я и говорю, 1, 2, 3, 4, 5 у меня классификация. У вас своя, у меня своя. И давайте сейчас будем спорить. Вы будете пятны, я говорю, альфа, бета, гамма, и так далее. Я не из того, что... Нет, основная проблема... Потому что каждый раз, когда я уточняю, в чем состоит классификация, сознание, это не то сознание. Разум, это не тот разум. Да, конечно. Вы же ничего не сказали, кроме 1, 2, 3, 4, 5. Вы ничего не сказали, на самом деле. Ну, это действительно так. По особому тут алгоритму, программу, алгоритму, программу. Ну, так априорнее известно, что кругом алгоритмы и программы, да? Ну, давайте закончим. Мой, значит, в мае резюме, что Александр и Булат не смогли абстрагироваться от поставленной... То есть не пойти в поставленную задачу, в поставленную логику. Не смогли абстрагироваться от каких-то реальных животных, от реального человека, от реального соотцова... Нет, обожди, давайте я закончу. И здесь, в данном случае, допустим, что вообще забыли, что мы имеем какое-то дело с животными или с человеком. А слово, подождите, я просто сразу забираю у вас сознание, разум, интеллект, культура, социальность, все забираю. Потому что... В кавычках. Нет, никаких кавычек, вы не имеете права. Да нет, почему? Когда... Придумайте свои слова и говорите... Нет, Вулат, извините. Когда... Нет. Когда я... То есть я использую кавычки. Когда я говорю, что вот устройство номер три может существовать как устройство номер три, а универс... То есть обособлено и автономно, это одно. Когда я говорю, что устройство номер четыре не может существовать обособлено и автономно, я говорю, что вот то, что не позволяет ему... На нашем языке это называется культура. на нашем языке, можно назвать другую, назвать муравьи уникультуры, они автономны, друг от друга не будут существовать. Булат, ну опять же. Ну мне просто нет, я просто объясняю, как составили наши классификации, вы взяли бачок, взяли там, например, не взял, взяли башку, взяли общество нашего человека, взяли какого-то там, не знаю, создателя, и в качестве примера, а потом в основе этого создали эти пункты вашей классификации. Понимаете, Булат, вот я могу сказать так. У вас нету логики, на самом деле, разворачиваться. Логика железная. Это у вас, вам так кажется, вам так кажется, никакой логики нету, вам кажется это так. Дело в том, что не первые вы знакомитесь с этим, и я знаю прекрасно, это люди прекрасно понимают логику, мы общаемся на этой логике. На вопрос логика, 1, 2, 3, 4, 5, хорошая логика, все прекрасно. Понимаете, даже, вот такой возьмем пример, я несколько раз упоминал сегодня Маугли, вот эта классификация нам четко дает разницу между Маугли, между обычным человеком и интеллектуальным человеком. Оно вполне однозначно дает, почему этот, в него это устройство сознательно, но не загружены никакие социальные программы, это устройство. Стоп, вот этот прекрасный пример, который просто ярче невозможно высвятить по порочности такого подхода. Ну вот так. Создайте мне Маугли. Да при чем здесь создать Маугли? Это будет что там? Значит ничего ярче, чем непонимание ситуации, вы не продемонстрировали, Александр, сейчас. Нет, вот создайте мне Маугли. При чем здесь создание Маугли? При чем здесь создание Маугли? А всему остальному я его научу, поскольку уже в Маугли все заложено, вся цивилизация. Я вообще ничего не понимаю, о чем вы. Потому что создается искусственный интеллект как нечто конкретное и единичное. Вот Маугли, понимаешь, да? Александр, вы продемонстрировали неспособность абстрагироваться и разговаривать на языке, на предпочтенной логике. Это просто 10 тысяч лет назад, да? Это то, что стало современным человеком. Так? Ничего не изменилось. В самом Маугли ничего не изменилось. На какое отношение вот то, что мы сейчас говорим? Александр, можно я как бы добавлю? Не в кого отношения нет. Гегель на свое время, причем это величайший философик, временный народ, он точно так же формализовал как бы человека, формализовал этапы истории, формализовал этапы развития философии и так далее. Но почему-то никто до сих пор почему-то с этим не признается, что это формализация и устраивает. Потому что это все... Никакая, продавцация! Слушай, дело не в это. Просто на самом деле проблема всякой формализации состоит в том, что она существует только благодаря тому, что опирается на некую феноменологию. Конечно. Правильно. Так вот, я говорю, что если вскрыть вашу феноменологию, то подбор ваших примеров будет случайным. Вот что проблема-то. Подбор примеров будет случайным. Вы берете случайную феноменологию. Ладно, Булат, вот честно говоря, давайте пожалеем тех, кто слушал, потому что я вот точно говорю... Я же говорю про Гегеля, например. То же самое Гегель. У него же ведь то же самое. Он же ведь тоже так же берет феноменологию. И точно так же выстраивает некую формализацию. Что, довольно лестно? Да, довольно лестно. Спасибо. И то же самое, как Гегель, никто не понимает, вы предложили, что вы не понимаете. Гегель считает филистером, как и вас будет считать за формализацию. Филистером, понимаете? Только тема занимает... Она ни к чему не приводит, она не нужна. Ноука пошла дальше. Она еще что-то Гегель оставила... Конечно, ноука-то пошла. А это философия, а не наука. Вот именно что. Но философия это не филистерство просто. Если вы думаете, что философия... Но, мам, это же третий уровень, да? Каким образом? Вот этот третий уровень перенастает... Да без разницы. Нет, 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 я думаю, что Александр, который докладчик, хочет сказать следующее, что... И понимаете, Маугли это необратимые изменения. То есть вот этот вот экземпляр, который не сформировался в обществе себе подобных, а его потом ты нормальным не сделаешь. Никакими силами. По-моему, как раз это были такие случаи. Ну, давайте используем как образ. В данном случае я использую. Не как факт, а как образ. Не как факт находили и научали говорить. И просто научали говорить, да. Попугая, можно научить говорить. Совершенно успешно. Речь идет от вашего устройства, как бы, и получается, что можно загрузить проект. Совершенно верно. Некоторые механизмы застоплены, некоторые... Да мы не механизмов говорим, а об уровне. Но все механизмы уже существуют изначально. Мы говорим об уровне. Ну, как? Искусственный интерес это железка, и Маугли это железка. Ну, конечно, я бы искусственный цвет играть вообще. Это безусловно. Но понимаете, какая штука? Просто единственная ценность этих классификаций, подобных подходов, по-моему, состоит в том, что она может дать направление, как бы, чему учить вот эту самую железку или эквазон. Не может она. Она может только повредить. Потому что на самом деле развитие, это интеллект, мышление, разума может идти совсем по-другому. И я уверен, мы ждем более чем, что она идет по-другому. Ну, давайте вот это что ждать. Чисто формально. Чисто формально. Нам нужен язык. И знания. Я... Сверхзадача. Современная... Сверхзадача подобных вообще рассуждений и все. Это получить хоть какой-то язык для обсуждения. Потому что если вы послушаете, как обсуждаете... Нет никакого языка, кроме алгоритмов и программ. Ну, как-то... Мне очень печально, что вы не услышали этого языка. Если честно, я тоже не услышал. Ну... Это может быть какой-то... Как не только достигли уровня компьютеризации, теперь все стало компьютерным. Здесь стали программы, читали компьютеры. Это элементарная схема. Раньше были машины, когда потом... Я более чем уверен, что... Ну, Блатт, как бы, не понял, наверное, он не воспроизводится. Я чуть не понял, это понятно. Я обычно никогда ничего не понимаю. Ну, какова твоя функция. Скажешь, закадровый голос. Я никакой закадровый голос. Да, да. Суть-то живого в том, что зачатки пятого уровня... Есть уже на... Да, да, но мы не про живое разговариваем. Мы не про суть живого. Я не про это говорил-то совсем. А о чем? А о чем? Да не про суть. Об интеллекте, о мышлении, о сознании. Вот о чем речь-то. Что птичка, которая элементарная птичка, она уже... Может производить означение. А что касается абстракции, я этим могу сейчас в двух словах обрисовать наивысшую абстракцию этого дела. Эволюция интеллекта. Это как от символов люди... Вообще живые организмы переходят к способности и означения. И там алгоритмы будут, и программы, и все такое. Но суть-то в этом... Александр, я не сомневаюсь, что обо всем можно все угодно говорить. Но выше абстракции представить невозможно. Если речь об абстракции... И речь не об абстракции. Еще раз, как от символизма... Не речь, не о символизме, об абстракции. ...переходим к означиванию, к значениям, то есть к знаниям. Все, спасибо. Спасибо. Да, так внезапно закончилось все.